Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 94-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я вам покажу виджет видеоплеера, очень простого и очень хорошего видеоплеера. У него нет супернастроек по смене, например, дизайна элементов управления. Вот вы видите, элемент управления обычно выглядит. Но этот виджет очень гибко, легко загружать видео туда, растягивайте прямо за маркера видео. Можете любого размера сделать этого видео, хоть самого маленького. Отключать Controls можно, делать вот на весь экран можно. И все-все-все настройки, свойственные видео, там присутствуют. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Заходим в настройки и что мы здесь видим? Первое поле «Добавить файлы MPEG-4», следующее «Добавить файл OGG», следующее «Добавить файл WebM» и «Видеопостер». Я поясню. Обязательный критерий добавить MPEG-4 файл и «Видеопостер». «Постер» — это просто любой скриншот, картинка, то есть JPEG-изображение для вашего видео. Это нужно для того, чтобы будет показываться изображение, прежде чем начнет играть видео. Это если очень слабый интернет, например, какой-нибудь мобильный интернет у конечного пользователя. То есть обязательные критерии, чтобы у вас был постер и MPEG-4 хотя бы. В идеале вам нужно еще две копии видео сделать, отконвертировать его в OGG и в WebM. Вот. Давайте загрузим, значит, MPEG-4 файл. Так, видео я загрузил и загружаю постер. Постер я приготовил. Сделал скриншот прямо с этого видео. И открыть. И у нас, если мы начнем смотреть сейчас в браузере, у нас видео будет играть вот прямо в таком маленьком квадрате. Вы берете за крайний маркирок и растягиваете так, как вам нужно. То есть вы растягиваете на такую область, которую вам нужно на вашем лендинге. Вот. Растянули. И давайте посмотрим. Control с панель. Смотрите, у нас внизу есть такая панель Control. Вот если галочку снимем, по идее мы должны отключить панель управления. Давайте это сделаем. Галочку снимаем в видео Control. И проверим, внизу под видео будет ли панель управления. Видео играет. Я навожу мышь. И вы видите, я не могу никак воздействовать. Не остановить видео не могу. Видео у меня играет циклично. Вот так вот все просто здесь. Дальше. Видео автоплей. Если мы снимем галочку, автоматически видео воспроизводиться не будет. Соответственно, если вы галочку снимете, обязательно ставьте галочку Video Controls. А иначе это видео никто никак запустить не сможет. Видео мутат. Если галочка стоит, это отключение звука. И Видеолуп. Это цикличное видео. То есть повторять видео, как только оно закончится. Вот они все, в принципе, настроечки. Мало, но зато виджет очень классный, качественный, простой, понятный. И очень полезный. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok